Я вчера с мужчиной разговаривал, и женщина одна обвязалась, говорит, да, да, вот так надо себя вести с женщинами. Я говорю, вам надо не об этом думать, вам надо думать, как вам побеждать судьбу, как вам надо самой подвиг совершать в отношениях с мужчинами, а не поддакивать, как он должен подвиг делать свой. Когда я говорю об обязанностях мужчины, женщины записывают. А что они себя записывают в это время? Они себя проклятие записывают. Потому что если женщина знает обязанности мужчины, а свои нет, то семья разрушается. Именно из-за этого скандала и возникает. Женщина послушала лекцию, вот теперь все понятно, каковы твои обязанности. Это значит, тебе будет еще хуже в личной жизни. Потом приходит, говорит, Олег Геннадьевич, у меня была нормальная семья, теперь вообще все развалилось после ваших лекций. Смотря, что ты слушала. Если записывала обязанности мужчины, а не свои, тогда другой вариант. Мужчина подходит ко мне, такой мужик прям идет через весь зал, сначала лекции. Смотрю, я могу видеть, человек слушает мои лекции. Нет, смотрю, вообще ни в одном глазу. Не слушает лекции. Смотрю из каких-то силовых структур вроде такой, как бы человек внешний. Думаю, сейчас будут брать. Приготовился уже, думаю, чему быть, тому не виноват. Он подошел ко мне, руку такой протягивает, дайте руку. Руку ему даю. Он такой жмет, говорит, спасибо за жену. И пошел назад. В том жена подошла, говорит, это мой муж подходил к вам. Я, говорит, все делаю по вашим лекциям, слушаю только то, что мне положено, а что ему надо делать, не слушаю. И он так возрадовался. Стал таким благодарным, что к вам приехал даже с работы, время выбрал, чтобы руку пожать. Но это разумная женщина. А глупые чем занимаются? Пишут, что мужу надо делать, и начинают его пилить. Потому что мужики тоже глупые, так же делают. Надо самому делать все, что тебе надо мужчине делать. Терпеть женщину, принимать ее недостатки. Я думаю, скажешь, а где силы-то брать? Вот в этом смысл всех лекций. Самое трудное, это даже не терпеть близкого человека, не принимать недостатки. Самое трудное, это силы получить на это. Вот об этом все лекции. Люди постоянно спрашивают, как быть здоровым. Я вам уже все сказал, всего три вещи. Долго ходить, неподвижно стоять и поститься. Все. И вы становитесь здоровым. По крайней мере, 60% болезней уходит любой, какая бы у вас ни была. И что вы меня спрашиваете постоянно об этом? Я все равно вам буду то же самое говорить. Ничего не поменяется. Потому что на самом деле, ну, настоящая счастливость в жизни очень проста. Она проста по природе, но мы хотим чего-то еще. Понимаете, человек должен сначала контактировать с природой, набраться сил, потом начать любить людей, заботиться о них. Для этого нужен подвиг внутренний. Понимаете, вот подвиг, надо взорваться внутри. Взорветесь, значит, будете дальше развивать свою жизнь. На год взорветесь, вся ваша жизнь изменится полностью. Помог приятелю устроиться на работу, отвел жену в театр вечером в субботу, под домом покормил бездомных собак, улыбнулся прохожему на улице просто так, уступил место в метро пожилому человеку, объяснил туристу, как найти Москву-реку, сходил в магазин и избавил маму от тяжелой ноши. Все потому, что человек хороший. Система понятна? Надо взорваться, начать жить просто. И сколько впечатлений будет у вас в течение дня, если вы успеете столько сделать для людей. Не бойтесь, все смеяться над вами будут. Вы радуйтесь, любите людей, и счастье начнет стучаться в вашу дверь, само. Когда человек отдает людям счастье, то счастье стучится в его дверь само. Мне приходится видеть ваши глаза. Я иногда запоминаю людей, особенно искренне, которые слушают лекцию. Смотрю, я приезжаю один год сюда, человек вот такой, второй год смотрю другой, третий еще лучше, четвертый еще. И они уже не спрашивают эти люди, вопрос не задают. Они просто внимательно слушают. Вопрос задают те, которые только пришли, и эти улыбаются люди, потому что они знают ответ уже. Они приходят просто вот повидаться. Они уже знают, как жить правильно. У них есть силы внутри. Потому что проходит немножко времени, вот чуть-чуть, два-три года поработать над собой, у человека в корне меняется вся жизнь. Я когда писал диссертацию кандидатскую по поводу своих лекций, изучал их, писал научную работу, то я увидел сам, что два-два с половиной года в корне меняется жизнь человека. Статистика потрясающая. Люди практически наполовину, которые пили, бросают пить. Те, кто курили, наполовину бросают курить. Из тех, кто имел испорченные отношения в семье, 65% улучшают отношения в семье через два года. Те, кто имел трудности на работе, около 50% улучшают. И те, кто имел плохое здоровье, 70 с лишним процентов улучшают свое здоровье. Представляете, два года всего проходит. Два года человек работает над собой, у него колоссальные изменения в жизни происходят. Колоссальные. Просто надо этим заниматься. не мечтать ходить о чем-то, а заниматься, делать это. А делать не хватает силы. Надо эти силы копить. Надо знать, что силы начинаются с природы. Понимаете? А делать Jinx. Правда? Есть. Есть.